Что нужно говорить, когда держишь уразу утром и когда отпускаешь? Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату ассаламу аля Расуллиллах. Ничего нету нужного, имеется в виду, обязательно говорить. Для произнесения языком обязательно говорить. Никогда ураза держишь, никогда ураза отпускаешь. Делаешь намерение сердцем, что завтра буду я поститься. Все. Твоя голова пришла завтра поститься, это является намерение. И языком говорит, я намереваюсь завтра поститься. Рамадан, который пришел в этом году, Илляхи Та'аль, ради Аллах. Это все говорит, не является сунной. Наоборот, это не делал ни пророк, ассалам, ни сподвижники. И не является сунной, это является навыдением. Сердцем намереваться завтра, чтобы постился. Это вадим. Когда заканчивают тоже, ничего не надо говорить. Обязательно ничего нет. Сунна дуа есть. Это дуа тоже есть. Крепосты мусульманам, каждый напоминаем, потому что эта книга очень хорошая книга. И доступна на русском языке тоже, кто арабский не знает. Должен человек читать этот Аскари, чтобы защитить от всяких вреда, недугов. И также, не только внешности быть похожим на пророка, салалу алейху салам, и деяниях, и зикрах, вспоминания Аллаху Субхану А.Та'ала, чтобы быть похожим на пророка, салалу алейху салалу алейху салам, деяниях тоже не только по внешности, по одежде, и по бороде, или же по хиджаб, никаб, нет. Также, в деяниях, чтобы были похожи на пророка, и суннаты мы должны соблюдать, и Аскари должны мы соблюдать. И такие Аскари, что нужно говорить, когда отпускаем пост, тоже есть в этой же книге, крепость мусульманина. Каждый мусульман, сейчас даже покупать его не надо, в каждом телефоне есть приложение, можно скачать, и соблюдать Аскари ежедневные, и любые такие, например, там есть Аскари, при каждом моменте, который мусульман должен произнести, его выучить. Конечно, желательно, каждый наизусть, хоть не получать с собой, каждый этот, открывать, и посмотреть, и прочитать эту дуа, поможешь всем Аллаху Субхану А.Та'ала, выучить этот Аскари и соблюдать их, как соблюдал наш пророк, салалу алейху саламу. Аминь. Шейх, а вот то, что человек встает на сухор, это тоже относится к тому, что он собирается поститься, да? Это же да. Вот, я встал с сухор, кушать, для чего я сейчас кушаю? Сухор, имеется в виду, предутренный намазок, который кушает еда. Немножко прием пищи. Да, прием пищи, вот этот момент называется сухор. И сухор кушает, это сухор, кушает, является тоже суннат. То есть, человек за это награду? Да, встал, покушает, человек награду получает. И даже если даже не хочешь кушать, хоть встать, воду выпить, это является сунном пророка, саллиллаху алейху вас аалам, и ты если уже встал, то уже это намерение, что ты в розае держать, ты везешь не встал, чтобы просто завтра покушать. Завтра ты мог бы покушать, да, а так лучше сначала рамазана тоже намерение, чтобы было, целый месяц в розае держать, чтобы если даже забыл, какую-то ночь, сказала, завтра посетиться там, ночью должен вспомнить, что завтра будет посетиться. Если как-то пропустите, чтобы в розае получился, Начало рамазана месяца тоже Намереваться, что полный месяц Я буду поститься Аллаху а'лам Как ты сказал, этот сахар является Сунном Один человек постоянно сахар вставал Кушал И урза не держал Каждый день Жена ему говорит, ты что наши тоже мучаешь Сам тоже мучаешь, утром встаешь Рано утром встаешь, кушаешь И урза не держишь Он говорит, если я фард оставил Обязан не оставил, что сунну тоже оставишь Да, бывают такие тоже Сунна же сахар кушает Если я фард оставляю и сунну тоже оставишь Так сахар Сунна И его даже не в начале кушает Ближе к утренному намазу Азану кушает сунна И втар тоже, как только время подойдет Отпускать сунну, не надо его тянуть там 10 минут 15 минут Как только Аллаху ковр, Аллаху ковр уже Азану кушает сунну, Аллаху алим И он точно никого вda При их лучшее Кушает сунну, Аллаху ковр Thirty- Environ Продолжение следует...